МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В выпускные в вузах будущие специалисты получили заветные дипломы о высшем образовании. Рязанские конструкторы завоевали золото на международных соревнованиях. Теперь обо всем подробнее. В период с 18 мая по 11 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов в Рязанской области проходит ежегодная акция «Судебные приставы детям», приуроченная к Международному дню защиты детей. В это время судебными приставами максимально активизирована работа по исполнению судебных решений о взыскании алиментов на всей территории региона. С 18 мая по 11 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов в Рязанской области проходит ежегодная акция «Судебные приставы детям», приуроченная к Международному дню защиты детей. В этот период судебными приставами максимально активизирована работа по исполнению судебных решений о взыскании алиментов на всей территории Рязанской области. Судебные приставы-исполнители осуществляют рейды по должникам данной категории, а также проводят ряд проверок в бухгалтерии рязанских организаций и предприятий на предмет полного и своевременного удержания алиментов и заработной платы должников. 4 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов в Рязанской области состоялась пресс-конференция по вопросам взыскания алиментов с участием главного судебного пристава региона Ольги Бажимовой и уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Екатерины Мухиной. В ходе пресс-конференции Ольга Бажимова сообщила, что в результате своей работы судебным приставам удалось взыскать с должников по алиментам более 33,5 миллионов рублей. По словам Ольги Бажимовой, в работе с неплательщиками алиментов судебные приставы не только применяют весь комплекс мер принудительного воздействия, но и пытаются достучаться до родительских сердец. С должниками проводятся регулярные беседы о необходимости участия в содержании и воспитании своих детей. Кроме того, будут организованы различные мероприятия, направленные на создание в обществе нетерпимого отношения к родителям, уклоняющимся от уплаты алиментов. Команда Рязанского конструкторского бюро «Аврора» стала абсолютным чемпионом во-вторых международных соревнованиях по гонке лодок на солнечные энергии «Солнечные регаты-2015», прошедших в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Это мероприятие направлено на развитие инженерного потенциала страны и популяризацию альтернативных средств энергии. В Петербурге прошла «Солнечная регата» – необычное состязание катеров, которые двигаются с помощью энергии света. Поединок получился интеллектуальным. Команды из Петербурга, Москвы и Рязани соревновались прежде всего в инженерном деле. Единственное ограничение было на габариты катеров. В остальном – полная творческая свобода. Например, участники из Рязани сделали первую в стране «Солнечную лодку» на подводных крыльях и стали абсолютными чемпионами. Виталий Савельев, капитан команды, поделился секретом, благодаря которому лодка на подводных крыльях смогла в 2,5 раза обогнать соперников, развив скорость 35 км в час. Одной из ключевой трудностей было именно проектирование и создание подводных крыльев, потому что данный элемент требует очень много расчетов и практических, а потом тестирование. Поэтому, наверное, чуть ли не половина работы было посвящено именно системе крыльев. А в общем, значение очень широкое, потому что все более популярность начинают набирать альтернативные транспортные средства, питаемые от других источников. Вообще направленность этих соревнований была на то, чтобы показать, что человек может передвигаться без единой капли бензина, будь то по земле, по воде или по небу. И действительно, существующие технологии, существующее развитие позволяет, в принципе, осуществить передвижение, не затрачивая нефть, газ. По словам Виталия, этот проект не является для них приоритетным. На строительство ушел всего месяц. Две недели у команды из шести человек ушло на проектирование лодки и еще две на ее построение. Специалистам пришлось поштудировать достаточно много литературы, справочники. В основу легли советские наработки по подводным крыльям. Конкретно данный проект – это, в принципе, возможность команды поучаствовать в соревнованиях и показать свой научно-технический потенциал. То есть мы не сфокусированы на постоянном участии в этих соревнованиях. В ближайшем будущем у нас предстоит реализация несколько проектов по наземным транспортным роботам. К сентябрю у нас будет очень интересная гусеничная платформа, которая поедет на военно-промышленную конференцию. Основная компетенция нашей команды – это беспилотные транспортные системы. То есть это программное обеспечение по управлению наземными самоходными транспортными платформами. Правда, самой затратной частью стали не панели. Дороже всего обошлись накопители энергии. Емкость аккумуляторов хватает на час движения в пасмурную погоду. Повороты тоже отличаются от стандартных лодках. Тут нужно обладать небольшими навыками в управлении. Система примерно такая – пилот выходит напрямую, максимально разгоняется, лодка встает на крылья, и когда она находит на крылья, она менее управляемая, чем обычная водоизмещающая лодка, когда в воде. Когда пилоту нужно обогнуть буй или резко повернуть, он чуть-чуть притормаживает, лодка опускается с крыльев уже на поверхность самого судна и осуществляет какие-то маневры. Практически все используемые в лодке элементы произведены российскими компаниями, что полностью соответствует нынешней программе импортозамещения. Такая лодка является экологически чистой. Она работает без выбросов масла и газов. В Европе уже через 30 лет планируют перевести весь транспорт на электродвигатели. В Рязани это может произойти гораздо раньше, благодаря нашим гениальным инженерам. По инициативе губернатора Олега Ковалева, развитие здравоохранения определено в качестве приоритета социальной политики региона. И в течение ряда лет областной Минздрав активно занимается модернизацией отрасли. Оказанию медицинской помощи матери и ребенку уделяется особое внимание. В Рязани по этому вопросу прошел международный форум Ассоциаций детских больниц страны. Подробнее в сюжете. В Рязанской области отмечено снижение смертности населения. Качественный скачок удалось сделать в том числе за счет снижения младенческой смертности в регионе. Она уменьшилась сразу на 30%. Об этом сегодня говорили на международной научно-практической конференции, которая проходит в Рязани. Участники конференции и главные врачи детских российских больниц обменяются опытом решения вопроса снижения младенческой смертности, посетят Рязанскую областную клиническую детскую больницу и перинатальный центр. На церемонии открытия, прошедшей в Конгресс отели форум, вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов отметил, что сейчас стоит задача сохранения положительной тенденции в регионе. Развитие здравоохранения было определено в качестве приоритета социальной политики региона. И в течение ряда лет мы активно занимаемся модернизацией отрасли. При этом особое внимание уделяем такому направлению, как оказание медицинской помощи младенческой регионам. В регионах работают комплексные бригады аудита качества оказания медицинской помощи детям. В Рязанской области такая работа проводилась три года назад. Также была дана оценка работе рязанских врачей. Ваши врачи работают хорошо. Смертность за последний день. Я здесь вот третий раз за три года. И первый раз я была, потому что смертность была высока. Она снизилась на 30%. Сейчас это очень хорошее снижение. И здесь у меня только благодарность к вашим врачам и к вашим организаторам здравоохранения. В целом по стране детская и младенческая смертность составляет 7,4 на 1 тысячу родившихся живыми. В Рязанской области этот показатель составляет 6,1. От сессии до сессии живут студенты весело. Но каким бы замечательным ни был этот период, получение диплома, несомненно, является наиболее радостным и волнительным моментом для любого будущего специалиста. 4 июня студенты Рязанского филиала Московской академии экономики и права дождались-таки своего звездного часа. Подробнее в сюжете Олеси Харлиной. Второе высшее образование традиционно считается самым солидным вариантом получения знаний. А второй диплом, тем более если он еще и красный, способен прибавить значительности в коллегиальной среде не только линейному специалисту, но и собственнику предприятия. Студенты Рязанского филиала МАЭП своим выбором гордятся. Их вуз вошел в сотню лучших по всей России. Несмотря на то, что выпуск у нас немногочисленный, к нам пришли поздравить наших выпускников, министр образования Рязанской области, представители администрации города Рязани, организаторы учебного процесса, представители профессор-проподавательского состава и, конечно же, родители, друзья и даже дети некоторых наших выпускников. Выпускник Александр Суснин еще в школе учился очень неплохо. Шел на серебряную медаль. По основному образованию он инженер, но несколько лет назад понял, что с имеющимся багажом знаний уже сильно уступает современникам. Пришлось снова вспомнить, что такое студенческая жизнь. Тут вообще все очень основательно, очень старательно. Администрации, дирекции, преподаватели работали квалифицированные, отвечали на все дополнительные, можно сказать, вопросы. Мы с ними пишем и научные статьи, и пытаемся участвовать в конференции. И главное, студентов заинтересовать на первом курсе. И вот при нынешнем директоре, при новом директоре, при Евгении Владимировиче, у нас мы стали развивать дистанционную работу, особенно в межсессионный период. Наталья Наруцкая и сама бывшая выпускница вуза. В этих стенах ценят не только качество знаний, но и преемственность. Часто за одни и те же парты садятся сначала студенты, потом их дети. И я уверена в том, что годы обучения, проведенные в этом учреждении, позволили вам подняться несколько выше того уровня, которым были в профессиональном плане и получить достаточные знания для того, чтобы дальнейшее продвижение по служебной лестнице было успешным. Их дипломы – прямое доказательство того, что учиться не только никогда и никому не поздно, а, напротив, необходимо. Мы поздравляем выпускников, которые успешно справились с поставленной задачей. Ну а теперь настало время экономических новостей в студии Алены Куколева. Добрый день! В эфире кратко об основных новостях экономики региона. Прожиточный минимум в России на душу населения за первый квартал этого года установлен в размере 9662 рублей. Соответствующее постановление подписал 5 июня премьер-министр Дмитрий Медведев. Величина прожиточного минимума за первый квартал 2015 года по сравнению с четвертым кварталом 2014 года увеличилась на 17,1% для трудоспособного населения, на 16,7% для пенсионеров, для детей на 20,1%. С приходом 1 июня в силу вступили некоторые изменения в законодательстве. Так, например, в земельный кодекс. Муниципалитеты теперь получают возможность приступить к уточнению границы земельных участков. Эксперты подчеркивают, что это нововведение коснется не всех дачников. К обозначению границ участков могут приступить только те владельцы, чьи земельные участки были заблаговременно внесены в государственный кадастр недвижимости без детального номера. Несмотря на вступление закона в силу, далеко не все муниципалитеты могут начать уточнение границ участков. Некоторые из них приступят к соответствующей процедуре лишь со следующего года, поскольку бюджет выделил средства на это не все муниципалитеты. Также с 15 июня в силу вступит закон, в соответствии с которым россияне больше не обладают правом скрывать свой зарубежный бизнес от налоговой службы. Отныне россияне будут обязаны до 15 июня 2015 года известить налоговые службы о наличии бизнеса за границей. Если этого не сделать, то правонарушители будут ожидать штрафа в размере 50 тысяч рублей. К другим новостям. Налоговая служба Рязанской области видит даже в темноте. Под таким слоганом прошла пресс-конференция на этой неделе. Представители налоговой службы, Министерства труда и занятости населения, а также Трудовой инспекции и Торгово-промышленной палаты рассказали о механизмах борьбы с теневой заработной платой и уклонением от уплаты НДФЛ. Главное, на что нужно обратить внимание, получая заработную плату в конверте, вы фактически лишаетесь социальной гарантии, которые связаны в дальнейшем напрямую с расчетом той заработной платы, соответственно, с которой взимается НДФЛ. Речь идет и о пенсионном обеспечении, о социальных выплатах, пособиях и так далее. Также один из негативных факторов, получая заработную плату в конверте, вы лишаетесь о возможности получить в общем объеме тот налоговый вычет, социальный, имущественный, профессиональный, который предоставляется налогоплательщикам, физическим лицам, как способ такой своеобразной социальной поддержки, именно с той заработной платой, с которой перечисляется налог на доходы физических лиц. Ну и, наверное, самое главное, и налоговый агент, и работник, который ведет так себя безответственно, не информирует налоговые органы, не информирует правоохранительные органы об этом негативном явлении, фактически уклоняется от перечисления НДФЛ в бюджет. А этот налог является бюджетно-значимым, бюджетно-образующим для Рязанской области. Более 19 тысяч жителей Рязанской области отчитались о доходах за 2014 год. В числе отчитавшихся оказались 3 человека с доходом более 500 миллионов рублей, двое более миллиарда. 13 тысяч человек не отчитались о своих доходах в положенный срок. Им будут направлены предупреждения о налоговой ответственности. По данным агентства «Автостат», на тысячу жителей Рязанской области приходится 20 новых автомобилей в год. Агентство использовало данные за последние 5 лет. В этот период в регионе покупали в среднем 22,5 тысячи новых машин в год. Поэтому показателю область заняла 27 место в стране. Лидируют же Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. По данным официальных источников, самыми крупными должниками по выплате зарплаты в Рязанской области стали ОАО «Бройлер Рязани» и ООО «Порт Касимов». За май задолженность этих организаций банкротов снизилась почти на 4 миллиона и составила более 8 миллионов рублей. На оперативном наблюдении по этому вопросу остаются 27 организаций. По информации Рязаньстата, в регионе подешевели лук, куры, капуста, рыба. По ряду позиций цены не изменились. И вместе с тем наблюдается незначительное повышение цен на картофель и чай. На этом у меня все. Счастливых вам выходных. До свидания. К другим новостям. В нашем городе действует филиал фонда Центр здоровой молодежи. Основной род его деятельности – реабилитация и ресоциализация нарко- и алкоголизависимых людей. Но на этом работа Центра не заканчивается. Волонтеры ЦЗМ организовали для детей учеников Центра психолого-педагогического воспитания и коррекции настоящий квест. Коридор зависимости – такое название мероприятию дали его организаторы. Более подробно в материале Марины Комиссаровой. В преддверии школьных летних каникул взрослые всегда стараются предостеречь детей от опасностей, которыми изобилует улица. В зоне особого риска оказываются девиантные подростки или, иными словами, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В Рязанской области уже несколько лет реализуется акция «Подросток», в рамках которой с ребятами из психолого-педагогических реабилитационных центров проводятся разъяснительные мероприятия. В этот раз дети не слушали лекции и не смотрели презентации. Они играли. Вы никогда чего-то не возьмете. Уходим отсюда. Они меня не уважают, что ты, братцы, как вы. Давайте валите отсюда, сказал-то вообще. Вы знаете, я просто помню, когда ко мне в школу приходили и рассказывали так очень сухо о том, что наркотики – это плохо, алкоголь – это плохо. И, знаете, для меня это вот… Побыстрее бы это закончилось. Сколько это будет длиться. И поэтому, проводя какие-то профилактические мероприятия, я поняла, что надо их сделать более динамичные, живые и внести в них жизни. Потому что говорить – это одно, а прожить и попробовать – это совсем другое. И поэтому решили написать такой проект. Суть сегодняшнего мероприятия, она, наверное, может быть сформирована буквально одной фразой. Нам нужно сформировать у детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, другое отношение к жизни. То есть эти дети достаточно много видели не очень хорошего, может быть, да, в жизни. Вот. Сегодня мы им показываем, как можно противопоставить нехорошую сторону жизни, хорошей. То есть сегодняшний квест организуют управление наркоконтролю, управление образованием, Центр военно-патриотического воспитания. И здесь присутствуют, проводят его непосредственно волонтеры антинаркотического движения, волонтеры реабилитационного центра. Сотрудники разных ведомств много говорят о вредных привычках. Встречаются со школьниками, читают лекции. В рамках игры «Коридор зависимости» дети в буквальном смысле ощутили, что такое зависимость и как тяжело с ней бороться. Из комнаты счастья ребята попадают в комнату алкоголизма, наркотиков, одиночества. Пытаются вырваться из цепких объятий вредных привычек и, наконец, знакомятся с фотографиями тех, кто не смог побороть зависимость. Мы надеемся, что если хотя бы один из детей прожил, услышал и понял, что это не классно употреблять наркотики, плохая компания и сигареты, и то, что это приводит вот к такому помещению, к черным помещениям, потере здоровья и так далее, то, я думаю, мы победили сегодня. Это первое наше мероприятие. Оно стартовало в Рязанском регионе. Оно пойдет флешмобом по другим регионам России. Мероприятие, уже проект пошел в Удбрянск, Сочи проект пойдет в Москву. Он будет проводиться по школам, по детским лагерям. Мы будем ездить с этим проектом. Организаторы утверждают, важно провести профилактические мероприятия, предотвратить проблему. Бороться с ней гораздо сложнее. Насколько эффективным станет именно такой режим проведения превентивных мероприятий, покажет время. Пока же, горящие глаза детей свидетельствуют об одном. Игра «Коридор зависимости» никого не оставила равнодушным. На этой неделе сотрудникам силовых ведомств было не до отдыха. Ведь лето для них – самая горячая пора. Во всех отношениях – рейды, учения, мониторинг местности. Таких развлечений у них хоть отбавляй. О работе рязанских силовиков вам расскажет Наталья Новикова. Авария сразу с несколькими пострадавшими произошла из-за несублюдения элементарных правил дорожного движения. 4 июня в 19.35 на 67-м километре автодороги Клепки-Рязань 62-летняя жительница Рязанской области, управляя автомобилем «Пежо 206» при повороте налево не предоставила преимущества встречному транспорту. В результате произошло столкновение с автомобилем «Деу Джентра» под управлением 28-летнего жителя города Рязани. В результате ДТП водитель «Пежо» с переломом левой голени помещена в ОКБ. Водитель «Деу», получивший ушиб шейного отдела позвоночника, осмотрен бригадой скорой медицинской помощи на месте ДТП. Его пассажир, 41-летний рязанец с ушибом грудной клетки, помещен в СМП. Еще один пассажир, 26-летний житель Рязани, получил ушиб грудной клетки и осмотрен бригадой скорой медицинской помощи на месте ДТП. Конечно, в очередной раз хочется напомнить о том, что за рулем нужно быть предельно внимательными. А еще не забывать о том, что дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. 2 июня сотрудниками региональной госавтоинспекции проводилось профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», направленное на выявление нарушений водителями правил перевозки несовершеннолетних. За время проведения профилактического мероприятия сотрудникам госавтоинспекции за нарушение правил перевозки детей по части 3 статьи 12.23 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации к ответственности привлечено 18 водителей транспортных средств. С начала текущего года штраф в размере 3000 рублей, предусмотренные санкции данной статьей, вынесен в отношении 1559 водителей. Большое число происшествий с несовершеннолетними регистрируется в летний период, когда родители перевозят детей к местам отдыха и обратно. Поэтому просто необходимо ответственнее относиться к обеспечению безопасности детей при перевозке в личном транспорте. И, конечно, меры безопасности стоит соблюдать не только в случае, если дело касается детей. На этой неделе во всем мире отмечался Международный день безопасности на железнодорожных переездах. В нашей стране он проходил под девизом «Соблюдай безопасность на железнодорожных переездах». А для профилактики возможных ДТП и правонарушений сотрудники госавтоинспекции провели специальные рейды и проверки, призывающие водителей быть аккуратнее и внимательнее. Одно из распространенных нарушений водителями правил при переезде железнодорожных переездов является проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора. В соответствии со статьей 12.10, частью 1 Кодекса административных правонарушений, за данное нарушение водителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей либо лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев. Железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков дороги, требующих от водителя сосредоточенного внимания и строго соблюдения правил дорожного движения. Уважаемые водители, не выезжайте на переезд, если на светофоре уже появился запрещающий сигнал. Даже если еще открыт шлагбаум. Помните, поезд внезапно остановить невозможно. Проводят рейды и сотрудники рязанской полиции. В жаркую погоду, особенно в выходные дни, многие горожане и жители области выезжают для отдыха в лесные массивы и на берега водоемов. К сожалению, в нарушении противопожарного режима и общественного порядка отдыхающие разжигают костры и употребляют спиртные напитки, несмотря на то, что купание в состоянии алкогольного опьянения может закончиться трагически. В этом году для пресечения подобных нарушений сотрудники полиции используют водный транспорт. На катере полицейские могут быстрее и эффективнее проинспектировать места отдыха, расположенные по берегам Аки и других излюбленных рязанцами водоемов. В ходе очередного рейда вдоль берегов Аки в прошедшие выходные полицейские выявили случай использования среди деревьев открытого огня. На отдыхающего был составлен протокол об административном правонарушении. Сотрудники МВД России по Рязанской области предупреждают граждан, собирающихся на отдых за город, о недопущении использования в лесных массивах и в полях открытого огня, а также употреблении спиртного в общественных местах и купании в состоянии алкогольного опьянения. По опыту прошлых лет, последнее нередко приводит к трагическим последствиям. А 29 мая в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2015 год оперативным штабом в Рязанской области было проведено тактика специального учения. Цель мероприятия – отработка взаимодействия силовых структур, органов власти Рязанской области и других организаций при проведении контртеррористической операции на объекте хранения взрывчатых материалов промышленного назначения. Учение продемонстрировало готовность привлекаемых сил и средств к пресечению акта терроризма. На сегодня это все новости. Желаем вам хорошо провести выходные. В понедельник мы вновь выйдем в эфир и поделимся с вами самыми интересными новостями. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания